Первая интернет-сессия дисциплинированной не получилась. Доклад начальника департамента градостроительства и вовсе напоминал игру в морской бой. В шифрах О3, Т3 и Ж4, которыми щедро сыпал Евгений Губанов, он предлагал изменить правила городской застройки, депутаты увидели нарушение законодательства. Вопрос вызвал участок земли в районе опытной станции. Его уже купилась аукционная фирма «Застройщик». 23 гектара под жилое строительство, еще 10 – зеленое насаждение. На сессии предлагалось разрешить строителям, помимо леса, насадить здесь еще и жилые дома. То есть 10 гектаров, по сути, подарить. Депутату Соколову такое предложение показалось странным. Сегодня и сейчас вы предлагаете сессии городского совета поменять назначение этого участка земли, заменив С2, зону зеленых насаждений, на зону коттеджного строительства. Здесь никаких нарушений нет. Мы не могли менять границу зоны, поэтому такое решение было принято. На слушаниях оно было поддержано. И главой города внесено в городской совет для утверждения. Вы меня не поняли. Зато поняли остальные депутаты. И хотя ни ФАС, ни прокуратура против не выступили, идею щедрого подарка строителям парламентарии завернули. Назначение использования земли – это существенное условие проведения аукциона. То есть при этом условии уже стоимость этого земельного участка будет другой. Я могу предположить, что оно стало бы гораздо дороже. А вот второе предложение от департамента архитектуры изменения генплана Липецка приняли. За кошмар дачников расширения городской черты из застройства садоводства Плехановский проголосовали 24 депутата. Садоводам теперь остается верить в силу российских законов и в крепкое слово Игоря Тенькова. Это не значит, что если у человека там стоит частный дом, его снесут и на этом месте построят какой-то или высотку, или другой коттедж. Только собственник может решать судьбу собственного здания или участка. Сегодня обсуждали самые узловые места городского хозяйства – аварийное жилье, ремонт во дворах, работу городского транспорта. Везде были вопросы. Не зря счетная палата за год провела почти полсотни проверок. Но закончить решили на мажорной ноте. Бюджетникам добавили 10% в зарплате, а социальным работникам – целых 15%. Против такого подарка никто не возражал. Вероника Баскакова, Олег Голобоков, ТВК Новости.